Здравствуйте моя семья, моя интернет семья, все кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. А я делаю сейчас свою имбиротерапию и алоэ терапию. Для этого нам понадобится один лист алоэ. И сразу же хочу предупредить, что кому не подходит алоэ, кому не подходит имбирь, кому не подходит лимон, тот знает свой организм. Я никому это не советую. Повторяйте, проконсультируйтесь с врачом и врач вам скажет, надо ли вам это или нет. Я говорю то, что мне подходит. Сейчас наступила осень, мне болеть никак нельзя. Также нельзя болеть моим родным и близким. Итак, чтобы не болеть, а мы не болеем вообще, потому что каждую осень всегда я употребляю вот эту имбиротерапию, которую научил меня и профессор Неумывакин в том числе. Первая книга, которую я купила, это «Алоэ» у доктора медицинских наук профессора Неумывакина. Одна из первых книг. И там он подробно всё рассказывает. У него есть книги и про хрен, и про лимон, и про шалфей. В общем, много книг. И сейчас я вам подробно покажу, как я делаю вот этот уникальный эликсир, который я употребляю натощак столовую ложку утром. То есть люди употребляют химические какие-то таблетки, называемые в кавычках витаминами. Я употребляю алоэ вера, в котором масса витамин. Да, там мне писали как-то, когда я показывала уже. Вы советуете алоэ? Я не советую. Не надо говорить глупости. Ничего абсолютно вам я не советую. Я советую самой себе, и чтобы не забыть моим деткам, чтобы они знали, мои родные, близкие, вот чтобы они это делали обязательно. Вам, кто мне там написал, вы советуете, а у кого-то давление. У кого давление, я вам тоже не советую. У меня нет давления. У меня нет ничего, потому что я употребляю каждый день, всю осень, всю зиму. И весну я употребляю имбирь, лимон, алоэ, иногда ягоды. Туда добавляю калину. Можно не только калину, можно и другие. У меня есть очень много... Я даже с березой делаю имбиротерапию свою. Сейчас имбиротерапия обязательно нужна. Во-первых, за алоэ мне задавали вопрос. Значит, вы понимаете, что алоэ это яд? Я говорю, алоэ вера. Этот алоэ, этот вид алоэ продаётся даже отдельными листами, большими такими, в магазинах во всех странах развитых. Ну, например, в Соединённых Штатах Америки. Вы можете встретить, листья прям алоэ продают. Девочки, кто из Америки, пожалуйста, напишите, так это или я придумала. На самом деле это так. Дальше. Уже давным-давно без меня созданы напитки на основе алоэ, которые так и называются. Алоэ. Прекрасные напитки. Если это оригинал. Кстати, даже в Соединённых Штатах и выпускают их. То, что мы отстаём, это однозначно. То, что наша медицина, это медицина стран бывшего Советского Союза, абсолютно всех, я никого не убираю, ни одну страну, абсолютно вся медицина бывшего Советского Союза, она перешла полностью на химию. Я химией вообще не пользуюсь. Поэтому у меня вот так. Спрашивают, можно ли в блендере это всё перемотать. Можно, но я люблю слой. Сейчас я буду покрывать слой лимона, слой мёда, потом слой имбиря, слой лимона, слой мёда, слой алоэ, слой лимона, слой мёда, слой имбиря и так далее. Можно в блендере вместе с мёдом смешать, не знаю, что у вас там получится. Я делаю вот так. Потом спрашивают, можно ли детям это делать. Детям? Я не знаю, спросите у врачей, можно ли вашему ребёнку. Я не знаю, чем ваш ребёнок болеет. Поэтому я вас прошу, свои диагнозы и вопросы вот такого плана мне не задавайте, потому что я своему ребёнку всегда давала, даю и буду давать. Он у меня вырос на этом. Вырос на этом. И не болел. И наш врач-педиатр, вернее семейный врач, может подтвердить, что мой ребёнок вообще не посещает врача. И не посещал. Какое-то время там, например, ну до двух, до трёх лет, пока я не поняла, что наш врач никуда не годится. Совершенно. Это была такая у нас врач, от которой я отказалась и ушла к другой. Потому что она просто всё время списками химических препаратов уродовала печень моего ребёнка. Я потом поняла, что и у меня мама врач. Она сказала, Катя, не вздумай. Когда я ей прочитала весь список, который мне выписали, когда простыл мой ребёнок, то она сказала, не вздумай даже, близко выкинь, вышвырни. И сказала мне, что нужно. И всё. Я сказала, к этому врачу больше не ногой. Я доверяла своей маме. Вы знаете, я потом просто поменяла врача и сразу предупредила. Минимум химии. Я в химию не верю. Ребёнку своему давать не буду. Давайте что-то как-то выходить из этого положения по-другому. Непрекрасный врач. Она мне всё объяснила. Чего не хватало, всё сделала. Даже помню, она мне выписала дрожжи для ребёнка. Там хорошее количество витамина В. И вот она мне вот таким вот образом... Дрожжи, я имею в виду детские дрожжи. В таблеточке. Ну, это было до трёх лет. А потом я стала понимать, что мне нужно учиться. Я засучила рукава и стала заниматься фитотерапией. Стала ходить на курсы, записывать, вести тетрадь. Заучивать, сдавать. Дальше опять. И вот так вот у людей стала учиться. Потом нашла профессора Неумывакина. Итак, поехали. И там кто говорит, много слов. Я уже вам рецепт сказала. Вы можете выключать. По одной чайной ложке начинайте. Или по пол чайной ложки. Можете по капельке. Я вам не советую, но вот я делаю так. И употреблять. Болеть, естественно, вы не будете. Просто столько упрёков. Даёшь людям, делишься своей жизнью. Ведь я могла вообще это всё не показывать. Жить себе спокойно. Но я поняла, что если я не буду это показывать, когда меня не станет. Как мои внуки, интересно, как они будут. Как хотите, вы можете нарезать лимон. Хотите его в блендере. Как хотите. Дело ваше. Я просто, чтобы показывать и говорить. Во-первых, я ответила на все ваши вопросы. И ещё я хочу сказать, что вообще алоэ вера – это старейшее и самое полезное растение. Оно содержит более 200 активных компонентов. Включают витамины, минералы, аминокислоты, ферменты, полисахарид и жирные кислоты. Поэтому именно, наверное, это растение называется растением бессмертия. Алоэ вера питает организм, обеспечивает полезные питательные вещества. И усиливает иммунную систему. А нам и надо, деткам и взрослым, вообще усиливать иммунитет, чтобы не болеть. 10 лучших преимуществ для здоровья алоэ вера. Смотрите, номер 1 – это помогает пищеварению. Номер 2 – увеличивает уровень энергии. 3 – создает иммунитет, это очень важно. 4 – детоксифицирует. 5 – уменьшает воспаление. 6 – алоэ вера алкализует тело. 7 – свойства заживления ран и кожи. 8 – противовоспалительное и увлажняющее средство для кожи. 9 – лечит ожоги и 10 – поддерживает здоровые волосы. Помогает пищеварению, чтобы вы знали обязательно это. Питьевой сок алоэ можно делать. Вот с медом, с имбирем и с лимоном алоэ вера горечь совершенно теряет. Вот что интересно. И питьевой сок алоэ вера позволяет организму очистить пищеварительную систему. Он поощряет движение кишечника и помогает, если у человека запор. Это также облегчает диарею. Дальше увеличивает энергетический запас. Наш напряженный образ жизни и плохие привычки пищи могут вызывать усталость. И вот когда я регулярно употребляю, я чувствую себя нормально, благополучно. Вес тела поддерживает. Особенно хорошо для тех, у кого хронические иммунные нарушения. Такие как полисахариды или фибромиалгия. Вот такие вот нарушения. Поскольку полисахариды в соке алоэ вера стимулируют макрофаги, лейкоциты, которые борются с вирусами. А у кого проблемы с кровью? Вот хорошо алоэ вера. Конечно, хорошо гранат, но и алоэ вера великолепна. Сок алоэ вера это большой естественный, я не знаю, кладезь витамин. Богатый коктейль из витаминов, минералов, микроэлементов. Я не буду перечислять все. Конечно, уменьшает воспаление. Улучшает гибкость суставов. Помогает регенерировать клетки организма. Укрепляет мышцы. Почему я не должна это употреблять? Я как прочитала ваши комментарии, там где у меня уже есть такое видео салон. Думаю, сделаю, обязательно сделаю еще большое. Вы много говорите. Иначе как я вам буду отвечать? Иначе как я буду показывать, как я буду говорить? Как вы будете понимать? Так, дальше берем и ложечку меда. Раз, все. А мед уже вытягивает из имбиря все, что нужно. Теперь кладу лимончик. Косточки убираю, чтобы не было горечи. Лимончик. Я люблю так. Я там спрашивают, употреблять сок или кушать. Хотите, кушайте. Хотите, употребляйте сок. Я не знаю, как вам. Я люблю сок. Но и кусочек лимончика не прочь вытащить с имбирем. Положить куда-то. Вот. Видите, у меня вот здесь вот такая вот штучка засохшая. Потому что мой алоэ вера полежал, прежде чем я его сюда положила, в холодильнике примерно половина месяца. Вот. И он аккумулирует таким образом. Я счищаю. Я беру, например, вот так вот. Режу. И вот эту мякоть, вот она такая слизкая. Вот ее я. Вот она. Она прозрачная. Сейчас вам покажу. Вот. Она прозрачная. Видите? Оп. Сюда. Слизкая прозрачная мякоть. Вот ее нам нужно. А вот эту шкурку я никуда не убираю. Из этой шкурки я буду делать. И вот из остатков. Я буду делать себе крем. У меня уже пришло время. Кто хочет посмотреть, как я делаю кремы, у меня и есть видео. Пожалуйста, заходите в библиотечку. Плейлисты. Откройте крем делаем сами. И там вы увидите массу масок. Крем полезных. Это бесподобные крема. У меня кремы шикарные. На любой тип кожи. Так. И вот таким вот образом. Дальше опять тру имбирь. В принципе, кому, например, нужен был только рецепт, уже все. Можете отключаться. Рецепт готов. Вот так вот. Вот так слоями накладываем. До самого верха выкладываем. Закрываем, ждем сутки. Будет очень много сока. Поэтому вот где-то вот до этих пор будем выкладывать массу. Чтобы дать вот это, вот это вот, вот это место для сока. И потом по ложечке будете употреблять. Вот. У тех, у кого проблемы со здоровьем. Кушайте таблетки. Кто там мне пишет. А вот вы можете, знаете, как людей. Вот я людям ничего абсолютно не советую. Я всегда говорю, всегда обратитесь к своему лечащему врачу. Что вам врач на это скажет. Но я думаю, что сам врач посмотрит мое видео и будет употреблять. Это продукты питания. Кому противопоказан лимон, пожалуйста, не употребляйте лимон. Кому противопоказан имбирь, пожалуйста, не употребляйте имбирь. Но в сочетании лимон, вот посмотрите, уже сколько сока дает. Уже вот. Огромное количество сока имбирь. Вообще дает огромное количество сока. Но вообще в сочетании имбирь, алоэ вера и лимон, в котором столько эфирных масел, в котором столько витамина С, то это просто уникальная смесь. Это уникальный сок получается. Просто вы пьете уникальный сок. Ну, я пью, скажем так. И моя семья пьет уникальный сок. Конечно, для фармацевтов, которые мне гадости пишут, это удар. Это просто удар. И для них это жутко. Как это так? Ну, как это, если люди начнут вот это пить? Вот начнут они лимонный сок употреблять с имбирным и с алоэ верой. Да вы что, они просто перестанут болеть. Просто. Это ненормально. Как это? Ну, как это? Люди перестанут болеть. Еще у них и духовное здоровье налажено. А когда духовное здоровье налажено, тогда вот настроение делать вот такие вот вещи есть. Тогда Господь Бог дает мудрость. И ты начинаешь, начинаешь жить, радоваться жизни. Вот. И обязательно, смотрите, какой прозрачный, прозрачная мякоть у алоэ. Не зеленая, а прозрачная. Вот она нам нужна. Раз, все. Поэтому зеленого нет. Прозрачная. Она сама по себе прозрачная. А шкурка нам пригодится. Мы ее будем использовать. Так. Дальше лимончик опять. Так. Уже наша баночка заполняется постепенно, постепенно. Вот так. Дальше. Я сказала, что алоэ вера алкализует тело. Что это значит? Что это такое? Что это за слово такое? Алкализует? Ну, для тех, кому интересно, да, тот остается со мной. Для тех, кто чисто хотел рецепт, уже давно получил его. Еще раз говорю, я употребляю одну столовую или одну чайную ложку натощак утром, как витаминная добавка. И обязательно даю своим родным и близким. А что значит алкализует тело? Во-первых, заболевания не могут проявляться в щелочной среде. Помните? Мы ощелачиваем, да, себя. И заболевания просто не могут проявляться в щелочной среде. Кто слушает мои видео, тот это четко знает, потому что этому научил меня профессор Иван Палович Неумывакин. И в настоящее время большинство людей потребляет кислотные продукты. Большинство фастфудов являются кислыми по своей природе. Детки наши идут в школу и употребляют кислотные продукты. Большинство, большинство из деток, даже вы, может быть, даже не знаете, бегают в магазинчике, покупают всякую вот эту ерунду и таким образом закисляют себя. Для хорошего здоровья нужно стараться есть больше натуральных и подщелачивающих пищевых продуктов. Вот алоэ вера является подщелачивающей пищей. Он подщелачивает тело, помогая сбалансировать чрезмерно кислотные диетические привычки. А как рана заживает? Сразу, мгновенно. Потому что там активные компоненты это сера, люпиол, салициловая кислота, которая разжижает кровь, коричная кислота, которая в корице, азот и фенол мочевины, которые являются веществами, препятствуют росту болезнетворных микроорганизмов и действуют как команда для обеспечения антимикробной активности. И вот таким образом устраняем многие внутренние и внешние инфекции и еще активные против бактерий. Ужасно это для фармацевтов? Конечно! Конечно это ужасно! Представляете, каждый человек начнет выращивать алоэ вера. А я уже многим дала деточек. У меня уже многие соседи имеют деточек от моего алоэ вера. Просто алоэ вера вот такой вот он активный, как я вам рассказала, если ему уже лет семь, десять, ну пять в принципе тоже нормально. Даже и три годика хорошо. Но не так конечно как десятилетний алоэ, но тем не менее. Поэтому вот у каждого колонхои, алоэ, это просто у каждого золотой ус. Это такие растения, которые должны быть. Вы можете не иметь пальмочки, вы можете не иметь там, я не знаю, какие-то другие растения, но такие как алоэ вера, это просто посмотрите, посмотрите, все выращиваем. Ну в Соединенных Штатах Америки там вообще проблем нет, там продают их в продуктовых магазинах. Девочки, напишите, вот Мадиночка мне как-то писала, Мадина Мирабова, она мне писала, Катя, а вот тут в Соединенных Штатах у нас большие листья алоэ, Вера, подойдут ли они? Конечно подойдут, еще как подойдут, обязательно подойдут. Нам некогда ходить по врачам, я имею ввиду себя, кому охота, я знаю, что вот это, это кладез, я знаю, что это это просто бомба, витаминная бомба, и в плане похудения, и в плане оздоровления, и в плане иммунитета, и в плане крови, и в плане давления, там они говорят, ой, высокое давление у кого-то, кому нельзя, кому нельзя, тот не употребляет, ничего, кроме таблеток, а мне можно, мне нужно, мне просто необходимо, когда я не употребляю, я чувствую, что вот летом я, например, не употребляла вот эту прелесть, и сразу поняла, это уже прочувствовала, но я летом другие вещи употребляла, конечно, там много очень трав, но все равно я чувствовала, что вот тех микроэлементов, и витамин, которые в алое в сочетании с имбирем, имбирь это вообще же антибиотик, настоящий антибиотик, натуральный, природный, божий, понимаете, посмотрите, посмотрите, уже сок, вот, а представляете, через сутки, а потом начинает ферментироваться, бывает такое, что, ну, начинает гулять, как бы погуливать, так называется это процесс, ничего страшного, прекрасно, можно еще добавлять медика во время этого процесса, вот, чтобы еще лучше этот процесс, это просто ферментация, а ферментированные продукты, они очень полезны, вы скажете, сколько, я говорю, через сутки, захотите, можете завтра утром уже, как витаминную добавку, но, чтобы это была ферментация, надо, чтобы погуляла немножко, знаете, потом периодически можно еще добавлять медика, вот, вот этой ванночки нам хватает на семью, ну, может быть, на недельку, а может и меньше, потом снова я делаю, но ингредиенты я меняю, сейчас калина идет, поэтому имбиротерапия с калиной также замечательна, ну, а я тем временем закончила, это можно было в двухминутном, конечно, видео сказать, но у меня все время задают вопросы, мне все время задают, а если у меня давление, мне можно употреблять, я не знаю, что вам, пожалуйста, не пишите мне это, все, что я знала, я вам показала, по-моему, все видно, сколько, чего и как, остановите, теперь посмотрите еще раз, куда это можно, это можно, вот, как я вам сказала, утром выпивать, это можно добавлять в чай, это в напитки, не в горячие только, потому что в горячие, ну, вы сразу выпиваете все, все витамины, это эликсир молодости, он омолаживает полностью организм, полностью, так, все, мне нужно много соку, сейчас пойдет сок, немножко я солью его, но это, это уникальный сок, просто уникальный сок, вот, и еще немножко, мне нужно много сок, все, вот сейчас уже пошло, уже, уже сока огромное количество, я сразу вам говорю, это и есть ваша витаминная добавка, будьте здоровы, будьте благословенны вы и ваши близкие, я люблю вас, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok,